Бритва после заточки. Тьер Исар. Модель, которая называется, по-моему, Эвадо Сенат. Экстра. Модель 5 восьмых. Ручка, пластик под черепаху. Я уже наклейки интернет-магазина заклеивать не буду. В прошлый раз говорил, что на следующий раз буду показывать уже все как есть. Вот. По бритве. Бритву человек купил в этом магазине. Вроде бы как в магазине ее не точили, но по бритве была куча косяков. Именно по заточке, по геометрии. Бритву я переточил. Ну и сейчас буду показывать перед отправкой. Бритва, как и предыдущие, которые я показывал на Вадиле, идет в такой картонной коробочке. Вот. С бирками интернет-магазина. И вот именно серийные номера, под которыми эта бритва проходит на официальном сайте Тьер Исар. Вот. Модель не очень крупная, но выполнена довольно симпатично. Намного интереснее, чем до Уэйбокер. Вот. Как и предыдущие бритвы Тьер, это идет в такой промасленной или даже вощеной бумаге. В ней находится такой вот кожаный футляр. На официальном сайте написано, что эти футляры делаются из телячьей кожи. Ну, по всей видимости, кожа крашеная. Футляр официальный. Ну, не футляр, чехол. Вот. В нем бритва. Опять же, в такой то ли вощеной, то ли, не знаю, скорее всего вощеной бумаге. Вот. Вот такая вот. Вид Сонат. Экстра. Гарантии. Вот. Клеймо. Тьеровское, современное. Вот. И на оборотной стороне оси Си-135, по-моему. Это переводится как сталь Си-135. Это сталь углеродистая. Высокоуглеродистая сталь, которую сейчас в Тьере используют для производства бритв. Ну, и написано, что это 5 восьмых. Вот. Выполнена. Ну, довольно аккуратно. Смотрится интересно. Гравировка. Вот. Такая вот нанесена путем травления, скорее всего. Ручка здесь пластик под черепаху. У них на сайте так и написано, что это имитация черепашьего панциря. Вот. Ну, ручка сделана более-менее аккуратно. Клинышек пластиковый тоже, скорее всего. Вот. Такая вот она. На свету даже немножечко просвещается. Вот. Такая. Темно-коричневого цвета. По ручке есть косяки. Видимо, заводские. Вот можно здесь на торцах видеть такие белые места. Так бывает, если пластик сильно прижать к войлочному кругу, вертящемуся с абразивной пастой. То есть при полировке ручки ее сильно прижали и в этом месте пластик немножко оплавился. И внизу такие уже белые следы. Кое-где можно видеть. Вот. Ну, в принципе, это все лечится, убирается при желании. Ну, вот с завода они вот так идут. Клинышек такой вот. Расклеп хороший. Входит бритва. Ровненько. В принципе, не выпадает. Почти. Вот. Пины. Ну, самые обычные. Такие же, как они ставят сейчас на все современные бритвы. У Дову похожие пины. У Бокера. Все их одинаково сейчас текают. Вот. По бритве. Значит, вроде как ее никто не точил и она, ну, как я понял, в интернет-магазин приехала с заводской заточкой. Вот сейчас пытаюсь на спинке показать фаску. Я не знаю, получится или нет. Я бритву перетачивал с одним слоем защиты. Вот. То есть вверху все так, как было, когда она ко мне приехала. Наверное, на камеру не получится это дело показать. Но там довольно крупная фаска с очень грубыми рысками. От очень грубых камней, чуть ли не от тысячника синтетики. И все это поверх заполировано пастами. Ну, я имею ввиду абразивными пастами. Ее на них догоняли. Здесь, в принципе, картина такая же. Можно сразу видеть на спинке по фаске, что по центру снято очень много. Ближе к носику, ближе к пяточке гораздо меньше. Здесь картина такая же. Следовательно, бритва изначально была, ну, после вот этих всех операций, я так понимаю, на заводе произведенных, с такой нехилой обратной улыбкой. Пяточка висела, носик висел. Вот. Да и сейчас пяточка чуть-чуть подвисает. Я это дело все подвыправил. Бритва проточена полностью от пятки до носика. Править можно на обычном прямом ремне. Не надо ничего узенького под нее подбирать специально. То есть, направляться будет нормально. Но сидел я над этим довольно долго. И, как можно видеть, на пяточке фаска все равно довольно широкая вышла. Вот. Как для новой бритвы это, конечно, никуда не годится. То есть, вот изначально, если ее только начать перетачивать, ну, там, например, на тысячный камень положить, то есть, в этом месте касается камушек кромки, ближе к носику касается. Вот. А по центру не касается. То же самое и с другой стороны. С другой стороны чуть получше картина. Фаска такая более-менее равномерная получилась. Я почти сразу на кромку вышел, как только начал точить. То есть, тут все в порядке. А с лицевой стороны, вот, только на пяточке и на носике получилось нормально. Изначально. Чтобы добраться до центра, пришлось поработать. Следовательно, скорее всего, бритву при правке на пастах очень сильно на нее давили, именно, когда правили вот эту вот лицевую сторону. То есть, вот в эту сторону шли, не давили. Вот. К спинке мы идем, правим, когда без давления было. А когда на себя тянули, сильно придавили. И так делали много-много раз, чтобы ее хоть как-то обострить. Поэтому на лицевой стороне металла сняли много. И в итоге, когда такую бритву кладешь на ровный камень, чтобы переточить, то по центру она не протачивается. И вот этот вот, весь металл с носика и с пяточки надо убирать. В общем, я это все дело поправил. Не знаю, в магазине это, опять же, рукожопно так заточили. Или с завода они такие идут. Ну, по крайней мере, на официальном сайте, на картинках всех бритв, вообще почти любых моделей TRSR, они все с обратными улыбками идут. Так что, скорее всего, это заводские косяки. Вот, выборка. На сайте, опять же, написано, что это Full Hall, то есть полная. Вот, я вижу здесь ближе к половинной. Вот, но сталь неплохая, в принципе. Сталь неплохая. Заточку должна держать неплохо. Сейчас покажу, как проходит тест. Бритва такая, довольно звонкая. Тесты проходят звонко. Бритв будет с таким соответствующим шуршанием, скорее всего. Но при этом она такая, среднеагрессивная, скорее всего, будет. Вот она в отдел, хоть она и сделана из углеродистой стали, правильной. Вот, бритв все равно будет, ну так, с небольшой агрессией, скорее всего. На будущее советую попробовать что-нибудь хорошее, антикварное. Даже с такой же выборкой, если брать, брить будет куда мягче. Вот, хотя это на любителя. Кому-то нравится такой вот, почти агрессивный рез. Вот. Ну, на воде, есть на воде. Любой экземпляр возьми. Они все будут без исключения, скорее всего. Опять же, ну, ко мне 100% этих бритв приходят. Все бритвы, которые приходят на воде, они все с небольшой улыбкой обратной. Какие-то с большей, какие-то с меньшей. Ну, если их с самого начала нормально переточить, то, в принципе, бриться можно будет долгое время. Все, завтра буду отправлять. Спасибо.